В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса. Согласно первичным исследованиям, вариант йота повышает летальность в среднем на 60%. Насколько опасен новый вирус, пока точно неизвестно. Исследования еще ведутся. А вот уже привычный штамм дельта может сильно помешать мировым компаниям по вакцинации. Против него иммунитет от прививки бессилен, считают в Британии. Стоит ли бояться новых штаммов и как с ними бороться, разбиралась моя коллега Лиза Паршина. Плюс 60% к летальности. Так можно вкратце описать новый штамм коронавируса йота. Его впервые выявили около полугода назад в Нью-Йорке, а исследование ведется до сих пор. По словам ученых, больше всего опасности йота представляет для людей в возрасте от 65 до 74 лет. Среди этой группы летальность повышается на 82%. Звучит страшно, но надо понимать, что речь здесь идет о коэффициенте смерти. То есть, если летальность при заражении базовым штаммом равна 1%, то йота повысит ее почти до 2%. При этом новый штамм весьма заразный. В целом он передается на 20% быстрее, чем другие. В России случаев заражения йотой пока не выявляли. Да и вообще предпосылок для широкого распространения нет, заявили в научном центре вектор. Лидирующей позиции давно занимает штамм Дельта. Дельта настолько заразна, что так или иначе от нее пострадает намного больше непривитых людей, чем от предыдущих штаммов коронавируса. Кроме того, у нас есть опасения, что штамм Дельта более опасен для людей в наиболее молодых возрастных группах. Штамм Дельта – главная причина того, почему человечеству не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу. С таким заявлением выступил руководитель группы разработчиков оксфордской вакцины AstraZeneca Эндрю Поллард. Он пояснил, что уже используемые вакцины не останавливают распространение вируса. Проблема в том, что этот вирус не вирус корей. Если привить от кори 95% населения, вирус больше не сможет передаваться. А штамм Дельта будет заражать и тех, кто привился. У нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу. И все же с Дельтой можно бороться. Какие-то препараты справляются с этим лучше, например, МРНК и аденовирусные вакцины. Другие, цельноверенные, сделанные по старому образцу, работают хуже. Все они не исключают заражение, но защищают от тяжелых случаев инфекции и летальных исходов. Например, вакцина «Спутник Ви», она делалась против нулевого уханьского штамма, и она его нейтрализовала на 95%. А по тем данным, которыми я располагаю, Дельту она нейтрализует на 80%. Но это тоже очень хорошо. Это очень высокий уровень защиты. То есть это означает, что у 80 из 100 человек, вакцинированных «Спутником», будет устойчивый иммунитет к Дельте. Эффект прививки не вечен. Ревакцинации не избежать. Ну а пока вакцинация препаратом «Спутник Ви» проходит совершенно нормально. Это прямая цитата Александра Гинзбурга, директора Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат. По его словам, у вакцины нет отсроченных негативных последствий. В частности, «Спутник» не размножается в организме человека, а значит, не может повлиять на его ДНК или привести к возникновению онкологических заболеваний. Кроме того, ученые уверены, что российская вакцина никак не влияет на репродуктивные и наследственные функции. Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку. И это единственная защита новорожденного, во всяком случае, до 6-7 месяцев. На самом деле вопрос о том, будут ли дети наследовать антитела, еще открыт. Специалисты считают, что с запуска вакцинационных компаний прошло слишком мало времени, чтобы утверждать подобное. А между тем, китайская вакцина-конведенция производства Petrovax показала отличные результаты на третьей фазе испытаний. Иммунный ответ выработался у 90% прибитых добровольцев. Лиза Паршина, Анна Холодкова, RTVI. Ну а мы обсудим последние ковид-новости с молекулярным биологом, профессором Радгарского университета Константином Севериновым. Константин, добрый вечер. Добрый вечер, здрасте. Ну вот у нас с появлением каждого нового штамма очень много обсуждений. Неужели вот теперь вакцины-то уже не справятся? Вот сейчас йоту нам стоит бояться? Не на йоту, простите за каламбур. Нет, почему нужно бояться? Если это вариант, который существовал с ноября и не достиг никакой значимости эпидемиологической, то очевидно, что это в некотором смысле тупиковая ветвь. Сейчас наиболее распространенная это дельта, как понятно. До этого был британский вариант и бразильский, но йота, по-видимому, не способна вытеснить другие штаммы. Но, тем не менее, вот утверждалось, что, например, против дельты спутник уже эффективен, но на 80%. Йота даст такой же результат? Это невозможно сказать, именно потому что эти разные варианты, так как эти варианты разные, то, возможно, эффективность антитетел, выработанная против исходного уханьского варианта при вакцинации будет несколько отличаться, но существенных каких-то порядковых различий не стоит ожидать. Все они будут защищать достаточно. То есть, если еще новый какой-то штамм появится, это такого страшного, ничего кардинального не произойдет? Ну, вы имеете в виду, не появится новый штамм, а появится эпидемиологически значимый штамм. Штаммы появляются все время, это естественный процесс, который связан с репликацией вируса. Ну, да, никаких курциальных вещей не должно происходить. По поводу заявлений из Британии, создатели Астрозенеки сказали, что коллективный иммунистет сейчас пока что невозможен, потому что вот этот штамм дельта сильно так распространился. Что это означает, как это понимать? Коллективный иммунитет возникает, когда, в общем-то, такой математический процесс передачи вируса от одного человека другому, от того человека третьему прерывается. Вы рассматриваете такую цепочку. Если эта цепочка прерывается и прерывается достаточно быстро, то эпидемия просто не размножается и паразит, в данном случае вирус, исчезает из популяции. Вот. Ну, и при исходных параметрах, которые были известны для коронавируса уханьского варианта, можно было бы достичь прекращения цепочек, а следовательно, распространение эпидемии пришло в 6-8 месяцев. Не заражаются и не являются распространителями инфекции. Выяснилось, что дельта заражает вакцинированных. На этой стадии антивакцинаторы начинают кричать «Ага, мы же говорили». Вот. Но существенно то, что, несмотря на то, что дельта их заражает, и зараженные люди могут являться источником инфекции, но эти люди болеют легко. Они не умирают и почти что не госпитализируются. В этом смысле вакцина работает. Но все равно недостаточно пока тех темпов, которые в мире существуют, чтобы прервать вот даже дельту. Нет. Ну, вопрос не в дельте, даже в самом деле. Вопрос в том, что если вакцинированные продолжают выделять вирус в существенных количествах, то вот эти цепочки, которые я писал, они не прерываются, а значит процесс идет. На самом-то деле, в сущности, это означает, что если все будут привиты, то коронавирус в некотором смысле станет насморком. Собственно, насморк многие коронавирусы и вызывают. Мы все им болеем, и никто не прививается, потому что у нас есть антитела. У всех у нас. Мы все болели когда-то насморком. То есть важно прервать именно цепочку, а не тот факт, что, условно говоря, привитый, он не является разносчиком болезни. Я не вполне понял. Просто вот в случае кори, то, что коллега из Оксфорда говорил, там действительно привитый человек не является источником вируса, он не может быть им заражен. Поэтому цепочки реально прерываются, и следовательно, эпид-процесс останавливается. В случае коронавирусной инфекции, это особенность этого вируса, этой инфекции, вакцинирование не приводит к окончанию цепочек. Но больные люди не болеют тяжело. Мы же в конечном счете хотим, чтобы люди прекратили умирать, чтобы люди не задыхались на ИВЛ-ах и так далее и тому подобное. Те, кто легко переносит инфекцию, фактически только укрепляют свой иммунитет, который у них исходно был достигнут за счет вакцинации. Константин, еще появляются новости о возможном локдауне в Китае. Насколько серьезна так называемая четвертая волна? И когда ее ждать? Я понятия не имею, что происходит в Китае. До Китая далеко. Но если говорить, например, о России, то четвертая волна здесь безусловно случится, просто потому, что количество вакцинированных людей очень низкое, ниже 20% или около 20%. И в этом смысле вирусу есть где развернуться. Более того, Дельта, которая за счет своей большей заразности, по-видимому, способна более эффективно заражать детей, чем исходные варианты, может вызвать четвертую волну, в частности, с началом, например, учебного года, когда дети пойдут в школу, а школы являются существенным источником передачи инфекций. Еще последний вопрос. В сюжете утверждалось то, что МРНК-вакцины, они лучше справляются с йодой, а классические хуже. То есть, условно говоря, гипотетическая ситуация, если йода добирается до того, кто привился к ВИВАКам, к классическому рецепту, который сделан, ему что, хуже будет? Еще раз я хочу сказать, что йода не является предметом какой-то заботы. Например, если вы посмотрите на CDC, они не объявили его штаммом, за которым нужно следить. Мы вообще с вами обсуждаем научную работу, которая не прошла еще даже рецензирование. В этом смысле новости нет. Но есть действительно данные, которые показывают, что цельноверенные вакцины типа КВИВАКа, они, по-видимому, менее эффективны с точки зрения вызываемого иммунного ответа и защиты, чем РНК-вакцины или чем вакцины аденовирусные. В случае КВИВАКа просто нет еще данных по третьей фазе клинических испытаний, поэтому мы об эффективности этой вакцины не можем судить. Данных нет. Все понял. Будем ждать. Константин, благодарю вас. Напомню, молекулярный биолог Константин Северинов и профессор Радгерского университета в США был в прямом эфире RTVI. Редактор субтитров А.Семкин